Акция профсоюзов, которая прошла в Сыктывкаре в день весны и труда, собрала почти тысячи участников. 1 мая в столице Коми обновили республиканскую доску почета и провели традиционную маевку. Наш телеканал выступил информационным партнером акции. Журналисты Юргена вышли на субботник. Максим КТ вооружился граблями. Смотрите. Первыми в республике отмечать день весны и труда, пожалуй, начали профсоюзы. В столице Коми они собрались возле гостиницы Сыктывкар и прошлись колонной до театральной площади. Акция собрала почти тысячи участников. Возможно, потому, что таких демонстраций в городе не было 20 лет. Митинг профсоюзов открыла исполняющие обязанности председателя Республиканской Федерации. Людмила Лишенкова заявила, профсоюзы полностью разделяют предложение Владимира Путина возродить звание Герой Труда. Оно прозвучало в Ростове-на-Дону на встрече президента с представителями Народного фронта, куда входят и трейд-юнионы. Поэтому продвигать свои идеи профобъединения будут совместно с фронтовиками. Мы жестко будем работать с законодательными органами, чтобы не было позволено богатому бизнесу влазить со своими поправками в трудовой кодекс, чтобы ни в коем случае не допустили 60-часовой рабочей недели. Даже сейчас идут некоторые высказывания, чтобы сократить процедуру сокращения работников, сократить процедуру увольнения работников. На Стефановской тем временем подвели итоги регионального конкурса «Лучшие по профессии». Его учредили в 2012-м. 20 победителей, признанных лучшими работниками своей отрасли, попали на республиканскую доску почета. Ижимский учитель Георгий Кузнецов никак не ожидал стать лучшим в своей профессии. Хотя за плечами четверть века стажа и победа на республиканском конкурсе среди педагогов. Очень много хороших учителей. Я не считаю себя именно лучшим из лучших. Просто данная доска почета, я считаю, нужна, во-первых, для того, чтобы пропагандировать наш труд. И то есть в моем лице здесь выступает просто учитель. Учитель, который делает свою работу, который должен ее делать хорошо и добросовестно. На доске почета представители самых разных профессий. Учителя, шахтеры, труженики села, есть даже спасатель. Вице-губернатор Александр Буров заявил, все они внесли весомый вклад в решение экономических, социальных и общественных задач. Сегодня в производственной сфере, как страны, так и нашей республики, не хватает высококвалифицированных специалистов. Люди труда, те, кто достиг успехов в своем профессиональном мастерстве, сами по себе являются лучшими примерами для подражания. И, конечно, в столице республики не обошлось без традиционной маевки. В этом году, кстати, акция вышла за пределы Коми. Ее подхватила Архангельская область. Информ-партнером маевки выступил наш телеканал. И журналисты Юргана потрудились на субботнике. Все только я там не понаходила. И, судя по тому, что я нашла при страстиях наших с этой карты, это водка и сметана почему-то. Вот почему-то в таком, да, дуэте. А пацаны наши вытащили огромное какое-то колесо, наверное, от Белаза. Белые воротнички на грабли поменяли также чиновники и политики. Государственный совет уже не первый год участвует. Но, кроме всего этого, я возглавляю ветеранскую организацию. И ветераны очень активно, практически, ну, уже лет, наверное, 7, как-то, постоянно принимают участие. Именно вот в эти майские дни наводят порядок по городу. Вы знаете, есть такой девиз в войсках «Никто кроме нас». Так вот, наверное, он сегодня здесь вместе. Никто, кроме нас, не наведет порядок в нашем городе. Всего на маевке в Кировском парке собрали 2,5 тысячи мешков мусора. Чтобы вывезти их, потребовалось 19 КАМАЗов. Максим Катаев, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар. Во второй части.